Друзья, с вами я, Николай, компания ТПК ВАЗа. Сегодня поговорим об этом прекрасном станочке. Станок 1040 с лампой 80 ВАД. 1040 обозначает его рабочее поле, то есть метр на 400. О всех особенностях я сейчас вам расскажу. Хотите контроллера, хотите лампы, головки. О всем более подробно мы поговорим сейчас. Первое, что здесь есть, это контроллер. В данном станке установлен контроллер Руида. Контроллер Руида поддерживает работу с флеш-накопителей. Вы можете использовать его без компьютера. Также здесь есть экранчик, на котором видны задания. Также можно управлять кареткой, двигать ее влево-вправо, обрисовывать область задания, запускать очень много удобных функций. Также можно использовать задания параллельно, то есть резкую гравировку запускать друг за другом, не включая компьютер. Также есть платы М2, для маленьких станков используются, и Б1, вот с такой вот панелью управления. От Руида они отличаются, как я и сказал, возможностью запуска параллельных заданий, возможностью использования флешки и экраном, и еще несколькими функциями. Итак, запустим наше тестовое задание. Вот такая вот декоративная штучка. С помощью клавиши Frame мы можем посмотреть область, где будет делаться наше изделие. После того, как нас все устроило, нажимаем Start, нажимаем Start, и станок начинает резку. В данном станке по оси Х использована рельса, а по ней катается модуль. Данная система очень надежна, обладает высоким ресурсом, и если вы планируете использовать станок длительно и долго, то лучше использовать систему рельсовых направляющих. Также в данном станке используется подъемно-механизированная система стола. С помощью кнопок вы можете опускать и поднимать рабочий стол на высоту до 25 сантиметров. Также в данном станке встроена вытяжка, вытяжной вентилятор, с помощью которого все продукты горения будут у вас вытягиваться. Управление механизированным столом происходит с помощью вот этих кнопок. Вверх-вниз. Компьютер подключается к данному станку, ну, как и к остальным, с помощью USB-порта. Можно использовать обычный компьютер, ноутбук, любой конфигурации. В базовом комплекте поставки идет насос водный, который обеспечивает охлаждение лазерной трубки. Данный насос справляется своей задачей, но если в вашем помещении высокая температура или большая загрузка, то лучше, конечно же, приобрести чиллер. Также в комплекте поставки идет насос, компрессор, который где-то дает 0,305 атмосферы. Для чего? Для того, чтобы сдувать продукты горения, отводить продукты горения от головки. Чем качественнее будет подача воздуха и мощнее давление, тем с большей скоростью вы сможете делать рез, и тем более он чистым будет, и тем больше прослужит у вас линза. Вот такое вот изделие получилось на нашем станочке. Очень быстро, качественно и очень красиво. Данные станки у нас в наличии. Такого размера, большего, меньшего, обращайтесь к нашим сотрудникам, подберем наилучшую модель, обеспечим наилучшее сервисное обслуживание, склад запчастей и большой присутствует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok